Одно из важнейших свойств квадратичных форм это так называемая теорема Витта. И, соответственно, мы сейчас разберем, что такое группа Картендика, группа Витта и, повторяю, главное, теорема Витта. Это очень простое рассуждение, если пользоваться геометрическими идеями. И довольно неприятное, если это все выписывать в виде матрицы. Давайте начнем с очень простого важного определения. Симметрия, прожденная любым вектором, фе от которого не нужен. В обычной геометрии, если у нас есть пространство плоскости, то можно отразить относительно нее. То есть плоскость остается на месте, перпендикулярный вектор переходит в минус вектор. Ровно то же самое можно сделать в общем виде для любой квадратичной формы. Пусть фе от У это не ноль. Тогда отражение называют такое линейное отражение пространства. Когда У переходит в минус У, а любой перпендикулярный вектор, то есть любой вектор В, для которого фе от УВ это ноль, остается на месте. Формулой его можно записать вот так. Давайте проверим. Если вместо ВВ подставить У, здесь будет У минус 2ФИ от УВ, разделить на ФИ от УВ. То есть это сказать, если будет просто минус двойка, У минус 2У это минус. Отлично. Если же объект реконтигулярен, если ВВ реконтигулярен, то тогда у тебя будет просто ноль, и получается, что он остается на месте. Значит, мы умеем выписывать формулу для отражения соответствующего вектору У. Геометрия одна из важнейших теорем. Это свойство равнометриных треугольников. У нас в общем так же. Если ФИ от УВ равно ФИ от ВВ, и, вот здесь важно написать, так же как там было, ФИ от У минус В это не ноль. То отражение относительно У минус В, давайте картинку нарисую, мне кажется, что у человека понятно, вот здесь вот два века, которые у В. Представьте себе, что с точки зрения нашей треугольничной формы у них одинаковая длина. Тогда здесь вот равновесный треугольник. Это и есть тот самый вектор У минус В. И если мы отражаем относительно этого вектора, то, разумеется, вектор У и В меняются местами. Вектор У и В меняются местами. Это на картинке абсолютно очевидно. Ну, поскольку мы все-таки выписали эту формулу, давайте в нее подставим и проверим. Подставляем вместо В в букву У. Тогда, поскольку мы делаем семеотре относительно У минус В, то внизу будет ФИ от У минус В, Вверху ФИ от У минус В, и вот, и у нас же В линейная форма. Вверху получается ФИ от У минус ФИ от У минус В, ну, естественно, с коэффициентом 2, и внизу формулу квадрата разности У, 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 В с коэффициентом минус 2 и ВВ. Но у нас ФИ от У равно ФИ от У минус В, значит, их можно объединить в одно слагание, поставить коэффициентом 2, и числительные скоминации просто скрасятся. Ну, а когда мы из У вычитаем У минус В, получаем В. Что из этого сразу нужно вывести? Если у нас есть два вектора ФИ от У равном ФИ от В, то не может так быть, что и ФИ от У минус В и ФИ от У плюс В это 0, потому что есть известное районство правилограмма. ФИ от У минус В плюс ФИ от У плюс В это, как известно, 2 ФИ от У плюс В. Сумма квадратов диагоналии правилограмма равна двойной сумме квадратов в стороне. Ну, или сумма квадратов всех четырех сторон. Замечательно. Значит, если у нас эти числа не нули, если у нас эти числа равны и не нули, то тогда из этих чисел обязательно хотя бы одно не нули. может быть, оба не нули, но как это одно, то обязательно. Значит, мы можем отразить или относительно вектора У минус В, если здесь не 0, и тогда У и В поменяется не ставим. Или относительно вектора У плюс В можно отразить. Тогда у нас, конечно, У перейдет в минус В, ну, и В, соответственно, в минус В. Вот, смотрите, неважно относительно чего отражать, важно, что отразить можно. Если у нас есть два любых вектора, у которых значение формы одной тоже и не ноль, то можно при помощи деметрии пространства перевести в один и в другой. Как это формулируется в чуть более общем виде? Мы не обязаны были смотреть только на два вектора. Представьте себе, что у нас есть какое-то пространство, и в нем некоторое невырожденное подпространство В, которое изиметрично какому-то другому подпространству, всему большому пространству. Давайте его обозначим и вот это невырожденное. Ну, и раз изиметрично, значит, и это тоже невырожденное. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем в невырожденном пространстве взять какой-нибудь вектор, для которого функция φ не ноль. Здесь найдется соответствующий ему при изиметрии вектор, у которого такая же мельчина φ. И вот этот обозначить В, этот обозначить У и применить вот это вот утверждение. И мы смогли перевести вот это вот наше пространство В таким образом, что у него нетривиальное пересечение с У. А дальше мы переходим в пространство перпендикулярное этому вектору. И там размерность уменьшилась на единицу. И все. И мы так можем сделать несколько раз. И в результате мы найдем такой базис, вот здесь, которые при некоторой изиметрии, заметьте, они были изиметричны, так что здесь есть базис, который при изиметрии переходит сюда и не страшен, но при изиметрии всего пространства мы переводим это в это. Вот это и есть Лемовитте. По-другому, без вот такой вот диаметрии, это формулируют следующим образом. В техниках квадратичных форм Лемовитте формулируется так. Если f1 и f2 это эквивалентные невырожденные формы, то есть определитель негального полю, и существует линейное преобразование, которое одну форму переводит в другую. И если f1 от x1 и так далее и сэнная плюс g1 от y1 и так далее и сэнная тоже эквивалент в форме f2 от x1 и так далее и сэнная плюс g2 от y1 и так далее и сэнная, то в таком случае g1 и g2 это эквивалентные формы. Это позволяет нам заметить, что если мы каждую невырожденную квадратичную форму объявим элементом некоторого алгоритического образования, а так называемой полугруппы грандика, и суммой будем называть вот такую штуку. вот если у нас есть две невырожденные формы, f1 и g1, то тогда мы сюда подставляем один набор переменных, сюда другой, не обязательно nm одинаковый, чисто компактное. Так вот суммой будем называть вот такую вот эгиву. Смотрите, что утверждает фактически Лемвинта? что если у вас f плюс, плюс в нашем смысле g1 эквивалентно f плюс g2, то в таком случае g1 эквивалентно g2. То есть если у нас здесь были эквиваленты f1 и f2, то в таком случае здесь тоже эквивалентны. это позволяет построить так называемую группу грандика. Возьмем всевозможные квадратичные формы вида ах квадрат, где а не равно нулю. И, разумеется, эквивалентное не будем различать, и сложение будем вот в том смысле понимать. Тогда какие есть естественные соотношения? А очень просто. a, b в квадрате это то же самое, что a, если a и b не нулевые элементы. Немножко сложнее понять вот это соотношение a плюс b. Смотрите, если у нас есть квадратичная форма вида ах квадрат плюс b у квадрат, то взяв х равно у равно единице, мы получаем вектор, на котором значение равно а плюс b. Вот если это а плюс b не равно нулю, то к этому вектору можно взять перпендикулярное одномерное пространство, потому что у нас здесь есть все документное. И давайте подумаем, какое там будет значение. Вот у нас на ректоре значение a плюс b. Вообще-то определитель по модулю квадрата не нулевого элемента остается. Поэтому у нас должно быть такое значение, что когда a плюс b умножишь на это значение, получишь произведение a, b. Разумеется, таким числом является вот это. a, b умножить на a плюс b. Ну или, если угодно, можно в явном виде выписать конструкцию. Смотрите, вот если здесь были какие-то два вектора, и мы берем e и f, мы берем вектор e плюс f, то какой вектор естественным образом перпендикулярен? Смотрите, надо взять с каким-то коэффициентом вектор e, давайте возьмем его с коэффициентом b, и надо взять с каким-то коэффициентом вектор f. И вот надо, чтобы когда мы умножаем e плюс f на вот этот вектор, давайте я на удачу возьму минус a. Посмотрим, будет 0 или не будет. Когда мы умножаем, здесь будет e умножить на b, e, ну, f в квадрате, это у нас a, поэтому это будет a, b, пишу, a. Когда мы умножаем f на e, получаем 0, когда мы умножаем e на f, то уже получаем 0, потому что они были перпендикулярны. И когда умножаешь f на минус a, f, то это будет минус a умножить в квадрате f, то есть на b. О, замечательно, я угадал. Вот такой вектор перпендикулярен f. А чему равно значение формы от этого вектора? То есть мы должны взять значение формы в точке e, это будет число a, и поскольку здесь коэффициент b, то умножить на b в квадрате, это будет a, b в квадрате. И к этому мы должны прибавить значение на векторе f, это число b, умноженное на a квадрат. То есть это будет a квадрат b. Так это оно и есть. a, b умножить на a, b. Ну, не знаю, мне кажется, что с пределителем было быстрее, но, с другой стороны, вот вам, пожалуйста, явным образом выписано, как переходить от базиса e, f к базису e плюс f к b, e минус a, f. Интересный вопрос. А почему нет других соотношений? Ведь мы можем раздать еще. Почему нет каких-то других форм? Да потому что любая негражданная форма может быть приведена к диагональному виду. Поэтому никаких таких странных, хитрых форм не бывает. Любая квадратичная негражданная форма может быть записана в диагональном виду. Вот так только они нас и интересуют сейчас. Почему нет других соотношений? А мы доказываем эту теорему. Помните, если есть два любых нормальных базиса, то можно перейти от одного к другому цепочке преобразований, в каждом из которых участвует только двумерная. Так вот, двумерная – это и есть вот эта строчка. А поскольку, ну, это для намерного, да, замена боится в одномерном пространстве, это двумерная. Других нет. Другие не нужны, потому что эту теорему мы доказывали. И вот, таким образом, вся… Да, почему я сказал группа? Хотя, вообще-то, я объяснил только, как складывать. А дело в том, что по любой полугруппе, в которой выполнен вот этот вот закон сокращения, естественным и однозначным образом строится группа. Это в школе проходит даже два раза. Один раз – это когда строят целые числа из натуральных. Ведь что такое целое число? Это разность двух натуральных. И второй раз, когда строят дроби из целых чисел. Ведь у дроби есть числитель и знаменатель, да? Да, именно дроби. Вот точно так же по любой полугруппе, в которой выполнен закон сокращения, естественным образом, единственным образом строится группа. А именно, вы просто рассматриваете такие формальные разности вида f минус g и говорите, что вот такая вот штука равна f2 минус g2. Тогда и только тогда, когда f1 плюс g2 равно f2 плюс g1. Теперь, что такое группа витта? Очень неплохо. Она получается из группы верный дико, если добавить одно-единственное соотношение. Идея такая. Квадратичная форма x квадрат минус g2. Нет, я не знаю, что это особое. И иногда имеет смысл рассуждать, что называется, с точностью до этой формы. Так давайте просто договоримся, что 1 плюс минус 1, это у нас будет 0. То, что получится, это называется группа витта. Обратите внимание, мы добавили только одно соотношение. То есть считать квадратичную форму x квадрат минус y квадрат равной 0. Форма, порожденная единицей, плюс форма, порожденная минус единицей, равно 0 в соотношении витта. Казалось бы, естественно считать, что а плюс минус а это 0. Вот как вверху на правой доске написано. Оказывается, не обязательно такое соотношение накладывать. Оно следует из того, которое мы наложили. Смотрите, вот просто выкладка. Мы заменяем а на а умножить на квадрат. Ну, если а это минус 1 четвертая, или а это плюс 1 четвертая, то фактически а это то ли единица, то ли минус единица, с точностью до умножения на квадрат. И тогда все понятно. А вот если это не нули, тогда все просто. Мы заменяем а на число а умножить на 1 плюс единица делить на 4а в квадрате. Минус а заменяем соответственно. И применяем вторую строчку из определения группы кротентика. Тогда сумма оказывается равна единице. Как легко понять, просто раскрыв скобки. Я там волнистую линию провел, просто не захотел переписывать эту единицу так длинно написанную еще раз. Она, честное слово, единица. Вот. И получается, что единица плюс-минус единица, а это 0. Таким образом, мы понимаем, что не обязательно накладывать еще лишние требования, потому что они все равно следуют из того, что 1 плюс-минус 1 это 0. Но наше вычисление, конечно, кажется каким-то уж слишком специальным. Поэтому давайте поймем, как можно было на самом деле сказать. Можно было сказать, что форма ах квадрат минус ау квадрат представляет, поскольку в виде разности квадратов представимы все элементы, представляет все элементы, в том числе единицу. Ну и вот берете такие х и у, что ах квадрат минус ау квадрат равно единице, и перпендикулярный к такому вектору вектор, поскольку определитель формы с точностью до квадрата сохраняется, то получите как раз, что была форма с коэффициентами а минус а, а получилось с коэффициентом 1, и таким коэффициентом, что если 1 умножить на него, то это будет лишь квадратом отличаться от произведения а и минус а. Это и есть минус единица. Продолжение следует...